Ты знаешь, пив эфиру, дивлюся, навещу нам сегодня ваза, вода и перлы. Знаешь, скоро уже раз в месяц бывает такой день истинно женский. Это полнолуние. Если мы говорим о матке и о женской энергии и о воде, то вот луна – это как раз стихия, проекция стихии вода. И женский цикл, он подстроен под лунный цикл. То есть в идеале это когда на растущую луну женщина наполняется, на полнолуние у нее овуляция и на убывающую луну у нее критические дни. Тогда это, если вот у нас так все работает вместе с земным циклом, эта женщина имеет больше силы, больше энергии и больше женской сексуальности. И тогда я предлагаю вот сейчас сделать определенную такую практику. Я расскажу о практике, которая поможет женщине, во-первых, наполниться сексуальной энергией, во-вторых, включить свою матку, свою женственность. В-третьих, может быть даже, смотря что она там пожелает, она сможет омолодить себя, заставить свою кожу, глаза сиять изнутри, исполнять любые желания, потому что на полнолуние активизируется вся наша сила. И для этого нам необходимо, например, в домашних условиях, там может быть либо стеклянная ваза, либо стеклянная банка, куда мы набираем воду. Если мы будем ее принимать потом внутрь, потому что можно с ней будет ванну принимать, если же внутрь, то, конечно, это вода питьевая. Воду можно заменить на домашнее молоко и мед, когда мы смешиваем только цветочный мед, потому что цветочный мед – это женская энергия, и молоко. Или же просто воду. Мы на бумажечке пишем свое намерение. То есть намерение пишется двумя способами, если правильно. Я приглашаю в свою жизнь, или я выражаю намерение, и что? И дальше мы рассказываем, как вроде сценарист пишет фильм. Мы рассказываем уже в осуществленном моменте, какая у меня жизнь. То есть мы пишем такой рассказ о своей жизни. Чем более подробнее, вплоть до того, что ты хочешь дом, в каком углу должна висеть полочка. Чем более подробнее ты это напишешь, тем быстрее это сбудется. И снова же таки, что самое важное – в теперешнем часе, а не в будущем. Это уже. То есть ты рассказываешь Вселенной о том, как ты уже живешь. То есть я приглашаю в свою жизнь и, например, свое женское счастье, где я создаю счастливую семью, воссоединяюсь со своим возлюбленным, живу в изобилии и достатке, где мои органы исцелены, наполнены здоровьем и так далее. То есть мы рассказываем, как это. Если же это будет не очень подробно, тогда Вселенная нам даст время, чтобы мы определились, и оно тогда не так быстро осуществится. И когда мы это сделали, мы набираем воду. Если это не молоко, а вода, я еще советую, чтобы вода была талая. То есть сначала ее нужно заморозить, таким образом смываются все программы с воды. Потому что, мы знаем, был фильм «Вода», на воде все записывается. И талая вода, она полностью кристально чистая и может принимать твою программу. Можно встать перед Луной, окно дома, например, или если кто-то живет в частном доме, вообще супер, можно выйти на улицу, так, чтобы Луна отражалась в нашей вазе или в баночке. Взять водичку руками, можно потереть ручкой, чтобы активизировать свою энергию. Можно положить ручки на матку и подышать немножко животиком, то есть чтобы они напитались энергией женской. И обнять вазу, и начитать на вазу три раза то, что ты написала на листочке. Затем этот листочек, там, где написано, мы можем вот так вот приклеить на баночку скотчем, чтобы вода нашу программу постоянно считывала. И выставить на Луну, и обратиться, слиться с Луной, просто посмотреть на нее и почувствовать себя с ней единым целым. То есть вот я и Луна, просто посмотреть какое-то время, чтобы с ней сонастроиться. И попросить Луну считать эту информацию и наполнить нашу воду очень обязательно лунной силой, лунной энергией, женским магнетизмом. Можно сказать, что я магнит для мужчины, я магнит для денег, то есть я магнит для успеха, чтобы Луна наполнила этим магнетизмом нашу воду. От души своей молитвой, своими словами обратиться к ней. И оставить эту воду до утра. Важно спрятать ее до восхода солнца, потому что это именно лунная энергия. Солнечная энергия – это мужская энергия, немножечко не суда. Это можно делать, когда мы там в бизнесе что-то хотим реализовать. И вот есть полнолуние, то есть в лунном календаре в интернете можно посмотреть, когда полнолуние. И вот, например, полнолуние 10 февраля. Значит, берем один день до, то есть 9, непосредственно 10, и один день после 11. Три дня. Как только Луна появляется, мы делаем этот процесс. Как только до восхода солнца, мы это прячем. Затем эту воду можно добавлять в ванную. И ложиться, и принимать в ванную, впитывая, чувствуя, как ты все эти программы в себя впитываешь. Ее можно умываться, ее можно добавлять в еду. Ты можешь эту воду заговорить на успех своего мужа, на успех и здоровье своих детей, и добавлять им это также в еду. Это абсолютно, это никакой магии, то есть абсолютно такой бытовой ритуал женской силы, когда женщина включает всю свою мощь. Здесь очень важный один момент. Вера. То есть нельзя делать это, ну-ну, проверим, правда ли она сказала. Здесь очень важна вера, потому что Вселенную не проверяют. В это верят и уже благодарят. То есть мы можем уже заранее поблагодарить за то, что это у нас есть. Вера и осознание того, что это уже есть в этой жизни, в нашей жизни. И тогда стопроцентный результат.